Лобинцы поддержали всероссийский флешмоб памяти «Фонарики Победы». На братских захоронениях учащиеся пятой школы зажгли более 300 свечей в память о погибших жителях станицы Лобинской в годы оккупации. Лобинск был захвачен фашистами 7 августа 1942 года. Полгода хозяйничали оккупанты на Лобинской земле до 25 января 1943 года. Практически ежедневно велись массовые расстрелы, пытки, издевательства над невинными советскими людьми. Здесь погребено 1316 человек. Из них женщин 793, детей 294, мужчин 229. Это то место, где вывели мам, родителей, детей, дедушек. Их просто на них не стали тратить оружие. Их просто взяли и кинули в яму, прям живьем. Это годы оккупации, наверное. Годы оккупации, да. А детей, на них не стали тратить боеприпасы. Им просто взяли масс, под нос намазали. И они усыпились. И прям живьем кинули в яму. Память погибших земляков учащиеся пятой школы почтили минутой молчания. Фонарики победы зажглись и в 19-м детском саду. В первые годы войны здесь размещался детский дом, который принял многих детей из блокадного Ленинграда. Свечи памяти загорелись и в окнах Центра творчества имени Дмитрия Шарвашидзе. В этом здании в годы войны располагался госпиталь. Яркие огоньки в память тех, кто сражался за родину, зажглись во многих учебных учреждениях района. Первая школа. В Великую Отечественную войну. В этом здании был эвакуационный госпиталь. А еще многие учителя и выпускники в годы войны стали на защиту своей отчизны. Мы проводим эту акцию не случайно. Выпускники и учителя нашей школы участвовали в Великой Отечественной войне и приближали победу как могли. К ним относится и Дмитрий Игнатьевич Каркаценко, который из-за школьной парты пересел за штурвал самолета и совершил 160 боевых вылетов. Мы помним и гордимся подвигами наших героев. В каждой семье есть близкие и родственники, кто был на фронте или в тылу. А проведение подобных мероприятий позволяет сохранить память о предках. В учреждениях культуры сегодня тоже горят свечи память защитников нашей Родины. Хочется выразить слова благодарности всем, кто принял участие в сегодняшней акции. Я думаю, вот эти все свечи памяти, фонарики победы – это дань глубокого уважения всем ветеранам, которые подарили нам всем всеобщую победу. Далее Твиненко, Георгий Сопов, ЛАП-Медиа.